шалом броха добро пожаловать наше путешествие по жизни мы начнем со истории которая покажет нам направление куда мы направляемся вместе в одном маленьком городке был пориц управляющий этого города ему он решил один день он хочет пойти к народу как-то посмотреть как простой народ живет это он отправился на рынок на городской рынок проходя полая по вокруг этих лавок и смотря как люди там торгуют и продают и он так засмотрелся что он во время того как он проходил он наступает на на гвоздь и видеть что получилось что у него большая дырка в его красивой кожаной обуви даже настолько большая дырка что не может с ней вернуться обратно поэтому начинает спрашивать людей где здесь сапожник чтобы отремонтировать свою обувь после это люди направляют его нужно пойти дальше дальше почти в конце рынка в конце всех этих маленьких домиков хижин в конце там будет маленькая такая лавка и там находится местный сапожник ничего не поделаешь этот порица направляется туда чтобы починить свою обувь и когда этот чиновник который управляющий он наконец-то находит это малюсенькую больше похоже на конру чем на домик он видит что там сидит сапожник но весь все забросы на разные старой обуви и он что-то там внутри старается чинить он заходит к нему и спросит спрашивает а может ли он починить ему его туфли на что тот скажешь конечно он берет эту туфлю начинает чинить этот чиновник этот управляющий который действительно такой добрый приятный человек он садится рядом и смотрит смотрит наблюдает как он чинит эту обувь и он видит что он руки его как-то очень неумело берут эту обувь он берет берет огромнейшие шигла и начинает делать и в конечном итоге он видит что 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 там происходит он больше портит чем чинит эти красивые туфли он не расстраивается он не гневается на это он спрашивает его как как он научился своей работе где он учился и сапожник понимает что это не просто этот они просто любопытствует он делится что действительно он учился у самого лучшего мастера по обуви это было много лет назад и он действительно он выучился очень хорошо он преуспевал но сейчас тогда спрашивает его этот чиновник управляющий как же так он как же он сейчас обращается так с обувью он же в общем на самом деле он не портит и не чинит он говорит что окол берешь все в моей голове у меня шесть дочек самая старшая уже достигла возраста чтобы ее выводить замуж и он не может себе даже начать думать как как это достичь этой цели также уже следующая дочка потом следующее все они ждут и он просто не может когда в голове такое такое давление такая такой хаос балаган тогда тоже руки они они не слушаются они делают вот то что вы видите и этот чиновник задумался он смотрит на него с сожалением и он вынимает маленький листочек бумажки он пишет там что-то и в конце он дает это этому мастеру этому сапожнику и говорит ему что слушай приходи ко мне завтра мой дворец в это время с этой с этим с этой бумажкой у нас будет встреча сапожник не спрашивает каких вопросов он сразу же готовится следующее утро к этой аудиенции и он бежит в дворцу там он приходит в точно в это время его пропускают это какая-то бумажка как пропуск и этот управляющий ждет его уже он садится с ним и угостя угостил его чаем потом ведет его сокровищницу там он открывает ему красивую деревянную коробку с обшитая бархатом открывать ее там видит шесть слитков золота шесть таких больших камней слитков которые сияют что это тебе достаточно будет чтобы выдать замуж каждую из твоих дочерей выковать с честью и даже более того и так что не беспокойся больше и тот просто не знает он для него это как ангел он просто не видит какой благодарить он бежит домой у него чувствует как на крыльях летит он прибегает свою мастерскую он хватает все он вороха шем слава богу я я я богатый мне ничего нету забот он схватается свою работу он начинает за пару часов он делает пять пар обуви у него просто руки его его летят он бежит на рынок и кричит что у него отличная обувь и действительно люди проверяют подходят что-то случилось ним у него покупают на следующий день уже очередь стоит он работает он преуспевает через пару лет он становится один из самых больших обувщиков продуцируем у него накрывает фабрики и так его судьба его его жизнь меняется моментально через 20 лет у него ностальгия по своему городу он едет этот город он направляется на рынок он смотрит он вспоминает как он там вырос как он все переживал и он засмотрелся и когда он проходит около какой-то избы то там облокачивается и за каких-то занос он нарвет свою одежду видишь что действительно порвался как ну как следует нужно починить он спрашивает где портной где здешний портной направляет его что нужно пройти через весь рынок и там в конце концов он увидит этого портного и так он направляется он видит опять же такая маленькая конура с этим портным который там сидит в темноте почти и что-то там вышивает он заходит туда просит его починить его его одежду и история как вы понимаете повторяется он видит что он берет не те нитки он начинает зашивать так не с того места и так далее и также здесь он спрашивает его как где он учился шитью это говорит что я учился действительно очень большой мастера но сейчас у меня 6 дочерей у меня ничего нету даже начать как их отвести к хупе что мы что будет поэтому я не могу у меня мои мои руки не слушаются и вот что происходит если не хотите не платите мне и тут он берет его к себе свой свое свой дом свой дворец он отводит его в специально к сейфу он вынимает эту деревянную коробку обшитую бархатом открывает ее там 6 светящихся слитков и тут он говорит что вот тебя 6 дочерей каждый из них у тебя будет достаточно это будет выдать их замуж и как понимаем этот портной он в в таком бешеном восторге он бежит первое что он делает он бежит к к ювелиру чтобы тот оценил их и тот смотрит их поднимает поворачивает и потом он берет начинает берет специальную бумагу ну как бы терку как наждак и начинает их тереть об этом что ты делаешь это подожди и как как больше он их трет то начинается видно что там там внутри это серо он говорит что это не золото это нелитки золото это просто металл это серый металл ты видишь точно серый это не и у них это практически бесценно он от восторга он падает в ужасное расстройство он бежит обратно к этому известному фабриканту обуви и говорит как ты почему-то на ночь издеваешься смеешься что почему ты для этого сделал такое для меня ты говорит почему что ты имеешь ввиду я дал тебе 6 слитков золота нет нет какое золото и он покупает ему эту коробку он смотрит на них он садится и понимает что действительно он получил слитки золото но это было другое золото другое было типа золото не было настоящая золото это было что-то даже что было гораздо более эффективно помогла ему она обращается к нему к этому расстраивающим партнему он говорит что если у тебя было немножко больше оптимизма немножко меньше хаштанут подозрений то сейчас твоя жизнь была бы совсем другая все зависит как мы смотрим человек может находиться в одной и той же ситуации и на самом деле он может с правильной перспективы с правильным шагом спайны действиями он может это посмотреть на это по-другому то что мы старались прошлый раз понять что наша перспектива наша оценка внешнего мира то что происходит от нас а если мы концентрируемся на на факты и мы думаем что это наш сейхэл энуши наш человеческий разум он нас ограничивает и если мы не стараемся видеть больше мы не стараемся видеть это более глубже и более с верой что творец может все изменить и на самом деле действительно сейчас данный момент все сам сам лучшему то этот жизнь она будет идти в этом ограниченном направлении только потом через 120 лет мы видим что мы могли на самом деле получить и наслаждаться гораздо другой гораздо более успешной путем и путешествием через эту жизнь в мы сказали в прошлый раз что и давайте чтобы как-то не просто вспомним запомним а чтобы это вошло в нас что симха радость и счастье это это возможность это чувствовать даже в самых тяжелых ситуациях как-то значит ирмяу новий пророк ирмяу даже когда он он писал книгу эйха о разрушении храма и и галути и знания всего еврейского народа он мог это сделать только когда у него было какой-то какой-то это пророчество могло только было получено если у него было настоящее полноценное чувство радости а казаныш говорит и сказано что у него даже тишебя тот смысл даже когда человек сидит на полу и плачет он понимает что он сейчас у него есть такой сход вместо кая заслуга что он может выполнять митцвот умеет заповеди он он служит творцу и это уже наполняет человека полным удовлетворением и даже радостью в дальше мы сказали что практически мы должны это тоже стараться практицировать с тем что наших действиях нашей как рэбхайм вложен приводит мэдрэш что ашем цилха алята минеха ашем ты моя тень ты мое отражение что как мы относимся мы с нашей если человек улыбается его тень улыбается так он приводит что также творец к нам нашим поведением наши реакции и наши перспективы на жизнь так ашем нам отвечает обратно и он так он продолжает человека внести если мы это понимаем все с радостью и с оптимизмом тогда тоже это влияет на продолжение нашего путешествия в лицера конечно как мы понимаем она не спит на наша наша постоянный переводит это плохое начало но это не начало на самом деле это что-то что нас постоянно старается перетянуть к злу к плохому и цера она не спит она постоянно старается человека чтобы он споткнулся чтобы он он потерял надежду и мы постараемся поговорить что такое несъенот что такое испытание в перки а вот в пятой главе связан говорится 10 разных вещах которые были по 10 раз это связано с 10 сферот мы постараемся объяснить скоро что такое 10 и сказано что еврейский народ испытали творца 10 раз пустыни что значит испытать творца почему сказано испытать творца нужно сказать испытать ашем испытал нас как-то можно вообще такое слово как испытание используется к отношению к нашему творцу испытание имеется виду что у человека из бехера есть свобода выбора и он может выбрать между хорошим и нет но к творцу как это может относиться который полностью полноценный полноценное добро поэтому мы тоже в будущих уроках постараемся объяснить это что это значит сегодня мы хотим объяснить что сказано одна из десяти вещей кто то напоминается сказать что у авраама вину у нашего прородца авраама было десять испытаний каждое из этих испытаний это тоже какое-то испытание которое мы каждый из нас проходит нашей жизни это если это связано было с кившу наэш что авраама бросают в огонь также это испытание муна это испытание нашей веры испытания раф испытания голода у нас тоже испытания пара носа достатка также что сару два раза забирает фараона и ави мелах это тоже это шломбает гармония в доме между мужем и женой ишмаэль это испытание с детьми тоже испытание что у него не было детей много лет эти все испытания они каждый из нас они в каком-то смысле проходят вот эти вот десять испытаний мы можем себя найти в каждом из них поэтому тоже мы постараемся понять и выучить как авраама вину их прошел и это тоже поможет нам проходить их всех успешно вам это нельзя сказано авраама вину в только там сказано когда говорится о несъенот испытаниях то правильно важно объяснять что там сказано авраам авину он наш протест потому что он в этом у наш отец в этом он дал нам это днк который заложен в нас что мы тоже можем это пройти тот только что он был готов чтобы бросили в огонь из-за этого у во время инквизиции и крестовой походов сотни тысяч и десятки тысяч евреев они готовы шли они шли с готовностью на смерть и и дети женщины мужчины потому что у нас всех заложена эта сила которую авраама вину нам передал навсегда вам сейчас мы будем говорить о чем-то что каком смысле это немножко тяжело на я уже извиняюсь за это но если мы подойдем к этому зрелым и не ни в коем случае не кого не осуждая и только это должно каждый относиться к самому себе как я могу помочь себе как вам помочь другим и не опять же ни в коем случае никого не осуждать пока человек нет сам не находятся вместе другого не сможет никогда даже себе представить как это как и диспании тяжело и также даже если он это представит он не сможет понять какие у того человека силы и свободы выбора который у него к этому потенциал поэтому мы все мы сейчас будем проходить через несколько реакций несколько подходов как человек себя ведет когда он находится в тяжелых испытаниях и это нас очень много научит как действительно себя вести значит давайте представим себе такой пример два человека играют шахматы и в этот момент рувайн он видит что шимон выигрывает он видит что вся та ситуация вся эта позиция у него уже очень мало осталось сходов и так как это будет продолжаться уже скоро приближается его поражение как рувайн может отреагировать на это какая у него может быть реакция иногда это больше встречается в детском саду то ребенок говорит я я не буду играть просто встает и говорит что я не продолжаю я я перестаю здесь я больше не хочу играть это конечно обидно для его соперника и в следующий раз когда человек придет но когда ребенок захочет поиграть в ту же игру мы скажем что нет мы не хотим с тобой играть ты хочешь только выиграть ты это это нечестно это несправедливо игра она в себе заложено что можно выиграть можно проиграть ты как только ты видишь это проигрыш ты отказываешься играть дальше это когда мы видим это со стороны это звучит ну это очень так по-детски это забавно но к сожалению иногда мы себя сами так ведем и это встречается многих людей которые так реагируют на испытания в жизни это жизнь каком-то смысле это тоже шахматная игра мы стараемся идти дальше мы стараемся преуспеть и в духовном мире и в материальном и в семье и мы видим что есть сопротивление на здесь как-то я застрял там слоны там пешки там лошади там как там всегда есть какая-то угроза из когда опасность из какие-то провалы есть есть какие-то удачи но эта игра и это против нас играет творец и иногда человек скажет что я больше не хочу я вижу что идет все очень тяжело все как бы выглядит что я проигрываю поэтому я останавливаю здесь меня это не интересует я не хочу это не для меня и человек обычно это кончается какой-то депрессии да опять же не к не все есть медицинские депрессии которые есть пять разных видов депрессий и есть разные травмы которые к этому идут но есть как стоит и объясняет мы уже говорили что есть вид депрессии когда человек говорит что я не хочу вот так я не хочу если мир не идет по моему плану к по моему желанию по моему представлению меня это не интересует и к сожалению это очень опасно потому что этот мир это значит у него есть хесарон беррацон его у него есть недостаток в его воле во желании я не хочу я не хочу репхайм это он говорит очень красивую вещь что рацион этот слова цинор цинор это сосуд это канал человека нету рацион меня нету желания то у него нет он он блокирует вот этот цинор вот это вот все то благо все это браха все богословение которое ему полагается также если человек в этот момент он он отказывается продолжать на и он поднимает руки я больше не играю то на самом деле это это не работает по что жизнь продолжается на там эти на самом деле если там в шахматах можно как-то остановить эту игру теоретически на можно остановить время то жизнь она идет дальше и здесь происходит очень интересный парадокс на это немного пугает но это хорошо будем знать если человек говорит что так как вот сейчас это происходит моя жизнь и с моими финансовыми делами и с моей семьей дети чтобы это не было я так не могу я так не хочу такое так не должно быть теперь когда человек такая реакция то в небесах наверху его начинают проверять проверяют если у него заслуги и тут происходит очень парадоксальная вещь если у него есть заслуги тогда ему не дадут то что он хочет если у него нет заслуг тогда ему дают то что он хочет и вдруг все начинает идти плавно и дальше что это значит в бамидбар в пустыне то что мы говорили один из главных барьеров главных блоков которые у человека происходит этого масса этого путешествия которое было в пустыне когда было бы их я шелхинам мы просто плакали было вот это мы сказали что человек который жалуется который всему он он не посчитать что 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 происходит вокруг несправедливо он жалуется он метлонен он теряет эту масса это путешествие он остается там застывает он зависает в этот момент и он не продолжает дальше в пустыне еврейский народ начал плакать это было без причины как мы объяснили это значит что у нас не было рацион продолжать дальше это не шло как мы хотели тогда это что ашем отвечает вы не хотите вы хотите остаться здесь вы останете здесь это с другой кажется что мы добились того что мы хотели на самом деле всем понятно что мы остались в пустыне и все те люди которые плакали и жаловались они умирают пустыне они не идут вериться с они достигают этой и души таки ну и святости святости еврейского народа они остаются на этом месте человек который категорически говорит что я должно быть как я хочу он не готов себя ли ахния себя опустить голову и сказать что вашем ты правишь это миром я иду по твоему плану мне там и что я хочу это так если у него есть заслуги и у него заслуживает что чтобы у него больше вкладывали и никому не теряли надежду него тогда есть сопротивление против него ему не дадут это есть ребята которые говорят что все если этот шедух этот шедух мне не срабатывает если это девушка говорит нет да все я больше я больше не играю больше не хочу никого встречаться я больше не женюсь теперь в этот момент его проверяют наверху если у него есть заслуги тогда этот шедух не сработает ему дадут еще один шанс еще один шанс еще один шанс и пока он или не поменяет свое мышление или он 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 заслужит он сделать правильное решение или пока ее заслуги кончатся если он будет сопротивляться дальше и здесь иногда когда человек скажет ультиматум небесам скажет что я хочу чтобы было так как я хочу тогда возможно он получит например шедух он 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 женится на этой девушке через 120 лет он попадает небеса ему говорят что вот посмотри вот это твои дети это твои внуки это были праведники праведницы это огромнейшее влияние в этот мир это все от тебя он скажет что но секундочку я же я никого не узнаю это не моя семья ты да да правильно это то что ты мог получить но так как ты поставил ультиматум здесь кричал и были такие страшные войны что мы прямо мы был страшно тебя мы просто тебе сказали все 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 да получили бери что ты что то что ты хочешь ты получил точный дух учил то что ты хотел на самом деле это было нехорошо для тебя ты видишь что ты мог достать но твои заслуги кончились и ты не хотел Ты столько кричал, ты столько визжал, что тебе просто дали, чтобы ты уже замолчал и получил то, что у тебя есть Так что это опасная вещь Мы видим, что жаловаться и быть таким категорическим, говорить, что я больше так не играю Вставать, убегать со стола Это неправильный подход И как мы видим, что это может плохо кончиться, если у человека недостаточно заслуг Тогда, к сожалению, он добьется того, что он думает ему хорошо, но в самом деле это нехорошо Можно задать вопрос, что есть, неужели есть евреи, у которых нету схует, нету заслуг У каждого есть какие-то заслуги? Да, но так же, как в момент, когда мы подходим к морю и мы обращаемся к Творцу И Ашам говорит, что вам нужно сейчас нету схует, нету достаточно заслуг, чтобы море раступилось Вам нужно сначала самим показать вашу иммуна, показать вашу веру, тогда только у вас будет достаточно заслуг Был этот вопрос, Оргахаим спрашивает другие, нет было заслуг? Мы говорим, что поколение, которое не поменяло своих имен, свой язык, свою одежду и были верными друг другу и так далее, и так далее Объясняет он, что не было достаточно заслуг Да, есть какой-то хэшбон, есть какое-то количество, но опять же, это все измеряется для того, что человек требует Для того, что человек хочет добиться в жизни, чтобы ему с ним поступали То это как в магазине, как в банке есть какая-то сумма, которая хватит на это И некоторые суммы, это на эту сумму есть, но ее не хватает для того, чтобы получить то, что он хочет Поэтому нельзя полагаться на свои заслуги и нужно просто научиться продолжать эту игру Есть вторая реакция, которая еще более опасна, чем первая В этот момент человек играет в шахматы И опять же, он видит, что так, как это выглядит, он проиграет эту партию И в этот момент он не будет просто вставать и говорить, что я не играю, я ухожу Это не по его, у него есть гордыня, у него есть какая-то саморепутация Поэтому он говорит, что я буду бороться, я буду сражаться до последней пешки, до последней капли крови И он начинает просто идти вперед, справа, слева, все нападает у него, все его фигуры летят слева направо И он теряет, он, естественно, проиграет, но он будет идти полная война Абсолютно без каких-либо размышлений Он просто знает, что он проигрывает, он будет бороться до конца Хотя это война, он объявляет войну с Творцом Я имею в виду, что человек, происходит с ним что-то не так Он, допустим, хочет, чтобы его дети пошли в одно заведение, в какую-то школу Там их не принимают Он будет кричать, он будет объявлять, что все злодеи И те, кто управляет этим заведением, и все учителя, и все, кто не помогли ему, и так далее, и так далее Все будет, все ужасно, все плохо И он не успокоится, он будет кричать, он будет кричать перед своими детьми, и так далее, и так далее Вместо того, чтобы подумать, почему он не злодей, может быть, ты злодей Вместо того, чтобы подумать, может быть, это нехорошо для твоего ребенка быть там Вместо того, чтобы подумать, что есть какой-то план И ты, конечно, нужно делать иштадлут, нужно принимать какие-то старания стараться достичь своей цели, как во всех в этой жизни. Но есть границы, есть всегда какое-то, какие-то правила, мы в Заваташем будем еще об этом говорить, где кончаются Иштадлут, где кончаются эти старания. И этот человек, он говорит, нет, он будет просто, он полностью теряет себя, он объявляет войну всему, что вокруг него, потому что, опять же, это не идет по его плану. В каком-то моменте это, ну, в каком-то смысле это еще хуже, потому что, если в первой нашем сценарии, то человек понимает, что есть Творец, но он говорит, что меня это не устраивает так. Здесь он практически аннулирует то, что есть какой-то план. Он, это идет отказ, это не депрессия, это идет отказ, это идет от его гнева внутреннего. Он, этот гнев внутренний, отрезает его от его связи с Хошем, с Творцом. И поэтому это, к сожалению, ведет к еще большим последствиям, и еще даже тяжелее из этого выйти. Более того, если человек часто, опять же, он будет бороться всеми своими силами, на ухозы, например, было правило, если он думал, что какая-то девушка, какой-то молодой человек подходит друг к другу, то он пробовал позвонить кому-то, позвать кого-то, чтобы устроить их, этот шедух, эту встречу. Если у него два-три раза он пробовал, у него не получалось, он останавливался там. Это значит знак, что это не должно быть. Хазаныш мог это решить. Нам, мы постараемся еще понять, где эта граница. И также, если у человека есть боль, это, неужели это противоречит его иммуна, его вере? И это тоже тема, которую мы обязательно будем разбирать. Но желание, вот этот вот рацион, чего-то добиться, оно не всегда, мы должны понимать, что это самое лучшее для меня. Есть очень известный, очень богатый человек, очень богатый человек, и он высказался, что его успех, он благодарит одному из самых больших раввинов нашего поколения. Сказали, как? Как это случилось? Он говорит, что он из не самой религиозной семьи, но у него был такой перекресток в его жизни. Он не знал, что ему идти, идти ему в бизнес или продолжать учиться. Учиться в университете и так далее. И в этот момент его родители почему-то сказали, что давай, мы слышали, есть большой раввин, спросим у него, что он тебе посоветует. Он пошел. Этот рав спросил его, а что ты хочешь? Да, я понимаю, что вот этот ответственный, что тебе бы хотелось? Он сказал, ну, мне хочется учиться, да, и мне хочется работать. В этот момент этот равв сказал, что я вижу, когда ты говоришь о бизнесе, тогда твои глаза больше загораются. Есть какая-то искорка. Он говорит, что очень важно делать в жизни то, что действительно тебе ты хочешь. Как у нас есть в рухнеут, в духовности, это должно быть всем своим сердцем, ты должен даваться Творцу. То же самое, чтобы достичь материальный успех, это должно быть бехоли вафха. Ты или и то, и другое у тебя связано с материальным успехом. Я вижу, что твой рацион по-настоящему, он именно, чтобы заниматься бизнесом, а не в учебе. И это он послушал его, и он действительно преуспел. В Гимаре сказано что-то очень интересное. Сказано в Баба-батра 25b. Омар Абитсак. Абитсак сказал, Если человек хочет, чтобы он был мудрым, тогда ему стоит во время молитвы, чтобы он обратился в сторону юга. Если человек хочет разбогатеть, то ему стоит обратиться, направиться в сторону севера. Восиманеха, и в Талмуде сказано, что есть, чтобы это помнить, Шульхан Битсафон, как мы знаем, что сам стол в храме был на севере. И менура, она была менура, это символ мудрости, символ Торы, символ света. Она находилась на юге. В Раби Шуа бен Леви сказал, Нет, всегда обращайся, всегда направляйся в сторону юга. Потому что если ты будешь умным, тогда ты также разбогатеешь. С правой стороны есть мудрость, и с левой стороны есть богатство. Есть известный вопрос, почему Гимора не предлагает тебе компромисс? Ты хочешь богатство, ты хочешь мудрость, так вместо того, чтобы направляться или на юг, или на север, давай будем именно направлять себя в середину. ответ, что нет. Если ты будешь в середину, тогда ты не получишь ни того, ни другого. Если есть твой рацион, у тебя есть какое-то желание, какое-то сильное желание, и тогда оно должно быть именно в одну сторону. Если человек будет постоянно думать, что во время, что он занимается этим, он на самом деле, он пропускает что-то другое, и так далее, и так далее, тогда он тоже не сможет преуспевать. Теперь третий подход к шахматной игре, это когда человек говорит, что да, ситуация действительно тяжелая, партия не идет в мою пользу, я вижу, что со всех сторон на меня тают, меня окружают и так далее. Но так как это партия, я веду с Творцом, он знает, он знает, он может выиграть, и он действительно, он всегда выигрывает. Поэтому, если это происходит именно так, то именно здесь моя доля, моя часть, мой потенциал, чтобы именно преуспеть, даже в тяжелых ситуациях. Только что я видел, мне понравилось, сказано, что, если бы мир был полноценным, мы не смогли никогда бы научиться терпению и владению себя самоконтролем. Моя цивиду, что если бы все было всегда гладко, когда бы я научился терпению? То же самое здесь, когда есть какие-то барьеры, блоки и так далее, есть какие-то препятствия, то человек должен понять, что это не просто так, это не нужно отчаиваться, не нужно воевать против этого всеми силы. Мы должны делать и что-то, мы должны стараться, мы должны продвигаться всеми силами. Но это только делается, чтобы когда человек преодолевает какие-то препятствия, это его делает лучшим человеком, это он действительно проходит свои 42 путешествия, он начинает возвращаться обратно, и этот мир, он должен вестись, как он ведется, и это не как мне это хочется, и не стоит так же идти просто в слепую войну, потому что это есть мастер-план, есть план Творца, который мы должны идти вместе с ним, а не против него. Мы видим, как простые примеры, непростые, Рэбе, Цанда Рэбе, Рэбе из Клаузенбурга, который есть очень большой шейхасидут, Касиды Цанц, есть в Решалайм, но сам Рэбе живет в Натане, это уже его дедушка, когда он был во время войны, у него он потерял, насколько я помню, 11 детей, он потерял всю свою общину, которая была вместе с ним, он чудом спасся, он был в концлагерях, и после всего этого он начинает сначала, он женится, он строит общину, вот эта известная, Лениадо, известная огромнейшая больница, которую он построил, это то, что он обещал, он был в концлагере, он обещал, если Ашем поможет ему, чтобы он выжил, он построит больницу для людей, потому что ему было, он был очень болен, и он не хотел, чтобы его взяли больницу в гетто, в концлагере, потому что оттуда живым он бы уже не вышел, он сказал, что Ашем помоги мне, я обещаю, я построю больницу, он построил эту огромнейшую современную больницу, в которой пользуются тысячи людей, в Понове Жираф тоже, то, что мы говорили, он потерял всю свою семью, потерял все свои книги, потерял всю свою общину, и так же здесь, он не сказал, что как же так, как же, как это может быть, в, недавно я видел Арахим, у них есть очень интересная программа про Гера, человек, который пришел в иудаизм из Японии, этот человек, очень редко, я не знаком, не познакомился еще с людьми из Японии, которые из Алигиур, он действительно, и он живет, по-моему, в Нейбраке, и он действительно похож, что он живет в Нейбраке, в шляпе, с бородой, он рассказывает это, он сделан как видео, что после того, как он жнился в Баруха Шем, и ему нужно было прожить несколько лет в Японии, он вернулся в Японию, там очень строго, нужно обновлять визу каждый год, каждый год им нужно приходилось обновлять визу, и для этого нужно было ехать в небольшой город, который достаточно был далеко, и там, в Японии очень много пробок, там с движением очень тяжело, поэтому, чтобы добраться туда, нужно было добраться, примерно, 4 часа пробки, а на самом деле, обратно можно было доехать до 45 минут, поэтому они решили, сделали план со своей женой, они поедут ночью, ночью можно поехать очень быстро, они переночуют там в отеле, пойдут утром сделать визу этого министерства внутренних дел, и после этого они возвращаются обратно, спокойно, и на обратном пути уже там нет пробок, так они и сделали, они приехали туда, они начали сделать чек-ин в отеле, и когда он начинает смотреть на документы для своей жены, которые он запаковал, он понимает, что он забыл один из главных документов, без которого нельзя получить визу, и он говорит, что, любой нешелан, как это может быть, я здесь единственный гер, единственный еврей во всем этом континенте, наверное, во всей Японии, и я стараюсь сделать все правильно, хорошо, как это может быть, что я это, нужно понять, ментальность в Японии никогда ничего не забывает, если говорят про екас, про немецких евреев, в Японии нет такого, чтобы что-то забывал, нет такого, у него полное отчаяние, он не понимает, как это может быть, как это может быть, что именно для него, с ним это случилось, поэтому все, они собираются, все забирают обратно, возвращают, остаются в машину, всю эту презентацию, у него очень хороший голос, и он этот японский гер, гер из Японии, он поет песню, Филби Астура, известная песня, что даже в самой тьме, в самом скрытом месте, в самом скрытом, чтобы скрытым, даже там, Ашем с тобой, это очень красивая песня, и он ее поет, он сказал, что я, так как японский, это мой родной язык, я буду ее петь на японском, он поет очень красиво, всю песню на японском, Филби Астура, и в этот момент показывают, что на следующем, рано-рано утром, было цунами, и показывают, как этот цунами, оно, оно, огромное наводнение, оно показывает фотографии отеля, он полностью разрушен, показывает фотографии, это, министерство, так же все рухнуло, улицы разрываются, тысячи убитых, тысячи, тысячи раненых, и вот это все показывается, он поет, в Афилби Астура, даже в самом-самом скрытом месте, сам, когда кажется, что полная тьма, Ашем с тобой, Ашем полностью с тобой, он тебя несет. Я помню, когда, много лет назад уже, у меня есть хороший друг, его зовут Мойша Левенберг, Мойша Левенберг, мы с ним учились в Ешиве, и когда, была моя свадьба, была сначала моя свадьба, он был мой шомер, он был моим, называешь, охранником, это сказано, что когда у человека, когда он свадьба, то в этот день нужно, чтобы его кто-то охранял, кто-то с ним был постоянно вместе, он был моим очень хороший друг, поэтому мы провели с ним весь день вместе, мы были у Кота, у сына плачем, мыались утром, мы пошли на Шиур, и так мы очень дружили, через, примерно, год, по-моему, он тоже женился, после этого, через год, уже полтора, в пятницу, это в шаббат, он ехал со своей женой, со своей маленькой дочкой, в машине, им кто-то подвез, они ехали на Бритмилу, и была авария, авария была смертельна, и его жена, его маленькая дочка, они погибли, прямо на месте, а он был ранен, ну, но его спасли, он попал в больницу, я помню, что похороны были, прямо перед шаббатом, я вернулся, прямо, к зажиганию свечек, потому что Грушелаем хоронит сразу же, его не было же на Парханах, но, когда на себе, потом мы пришли к нему, с моими друзьями, пришли его навестить в больнице, то, ну, как можно, как можно кого-то утешить в такой ситуации, и, когда мы вышли, мы поняли, что, на самом деле, он нас утешил, он сказал, что, и потом, когда было тоже шло, шем, когда кончилась шива, он сказал, что, вся его жизнь была очень непростая, он был, ему было тяжело в школе, ему, он учился, и он со здоровьем, ему было тяжело, он говорит, Барох, в конечном итоге, он, он, все, все, все было хорошо, и, он женился, он, 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 он говорит, Ашем дал мне такую прекрасную жену на, это было полтора года, такую прекрасную дочку на почти год, и он на нем говорил, он говорит, он видел, что это, это хесед, это, это специальная доброта, что, твариц дал ему так много, и он так, такое, долгое время, относительно этим мог наслаждаться, и, вместо того, чтобы мы его утешили, на самом деле, он утешил нас, Барох, Ашем, Майш Ленберг, он женился еще раз, у него отличная, большая семья, он живет в Америке, у него все отлично, потому что, тоже это показывает, что он это принял все, как, как должно, как, как это правильно, и, Барох, Ашем, с ним все хорошо. В самых тяжелых ситуациях, да, человек должен понимать, что это даже, это жизнь продолжается дальше, и это не, ничего не происходит просто так, и вернемся к тому, что было до этого, что если человек видит, у него меньше пессимизма, и у него побольше, больше, ну, не было такого, он скептик, он, у него больше оптимизма, и он меньше подозрений, его жизнь, действительно, если он посмотрит на это, с той, с правильной точки зрения, и тем, что он, он да, улыбается, и даже в таких ситуациях, даже в самых, он видит, что также, Ашем цилха, Ашем, ты наша тень, ты наше отражение, он тоже возвращает ему это обратно. Спасибо, успехов! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok